всем доброго бодрого давно я уже обещал снять видео про капельный полив который можно сделать своими руками я расскажу небольшую историю когда я еще только-только начинал заниматься гроувингом у меня тоже был такой вопрос и собственно я нашел ответ на него я пошел купил в аптеку простую обычную капельницу взял полторашку в которой светоизолировал и собственно с этого всего сделал капельный полив для одного растения и как это сделать я вам сейчас покажу я уже сходил в аптеку купил капельницу кисло вот такая вот капельница самая простецкая стоила 23 рубля открываем ее и что у нас тут получается тут у нас вот получается вот такая вот система иголка нам не нужно нам нужна капелька собственно вот эту всю систему мы подключим просто-напросто бутылки здесь есть один такой нюансик здесь есть внутри сеточка вот здесь ее нам нужно убрать потому что она будет забиваться убирать лучше вот через верх короче по ходу сейчас пойду за еще одну капельницу ты разобрал капельницу для того чтобы нам вытащить сеточку и потом капельницу мы соберем обратно это избавит нас от очень многих головников на самом деле что сетка это реально она забивается очень быстро все и наша задача потом вернуть эту капельницу на место также мы будем использовать дорогую бутылку в качестве емкости в пробке мы сделаем отверстие для того чтобы нам вставить наш нашу капельницу для этого мы используем так она какая-то то ли сломанную чешуях да есть так берем и делаем отверстие ровненько вроде получилось так проверяем что у нас здесь вышло а у нас здесь все четенько сейчас нам нужно только использовать термопистолет чтобы все это закрепить один хрен его надо втыкать в эту хрень у нас учета проблемы какие-то с ним тройником ничего сюда не влазит воткнули в розетку ночь не достает но я думаю все будет хорошо так но вроде и разогрев пошел наша задача вот здесь и вот здесь все обработать термоклеем так чтобы все было закреплено так все с этой стороны у нас готова чтобы не мучиться вот с этими вот домашними так сказать прибам бахами то можно обратиться в магазина например в grow shop который называется grow мама магазин находится в москве и в нем продается все для гровинга в том числе и капельный полив там же вы можете купить и удобрения там же вы можете купить и оборудование различное в общем магазин grow мама это источник огромного количества ништяков для гроверов так что заходите в этот магазин и покупайте все что вам нужно смотрим у нас получилась вот такая конструкция капельница без сеточки короче она была бы без сеточки если бы я не забыл ее оттуда вытащить ну как будто ее там нет короче давайте представим как будто ее нет потому что я уже все запаял собственно что мы сделали мы отрезали вот этот верх вытащили и нам нужно вытащить вот эту белую сетку вот поэтому что вот смотрите что у нас получается водичка вот она все вода пошла у нас есть здесь регулировка регулировка капельку втыкаем землю вот он и капельный полив то есть в принципе ничего такого если здесь отрезать вверх и свето изолировать полностью да там изолентой либо чем-то еще то есть вы открываете крышку заливаете и обратно закрываете все это можно подвесить на стену на какой-то гвоздик или еще что то есть но любыми подручными методами то есть вот такой вот капельный полив у нас получился но единственное что с этим поливом не так за ним нужно постоянно смотреть то есть нужен глаз да глаз потому что бывает такое что перетянет здесь и все уже ничего не капает либо здесь что-то забилось либо здесь что-то ну то есть он дешевый да у нас он получился там сколько 23 рубля плюс бутылка но смысл в том что за ним нужно постоянно смотреть постоянно тут вот еще разные штучки открывать то есть как собрать вот такой дешевый полив вы увидели ну еще плюс ко всему сюда необходимо постоянно добавлять раствор то есть одну такую банку можно допустим использовать на день вы с утра и и зарядили и вот весь день она капает то есть регулятором вымерели какое количество капель там у вас уходит в час допустим и вот на весь день его хватает капельный полив для удобрения и полива растений и растений он предпочтительней потому что маленькими дозами раствор попадает в корневую и собственно растения по чуть-чуть и кушает и собственно от этого ему только гораздо лучше становится становится больше и красивше теперь давайте заморочимся немного посерьезней в общем что я сделал я на озоне заказал вот такой вот компрессор точнее помпу не компрессор помпу хелия с теми же показателями что и у немецких гибовских поливов которые у нас есть уже так сказать видео про этот полив и вы можете посмотреть его на нашем канале и я взял этот в общем замечательный эту замечательную помпу она здесь у нас получается мощностью 10 ватт и 690 литров в час ну в принципе практически то же самое но смысл в чем в этой помпе в общем пока ее тут крутил собирал я в общем отломал в общем отломал здесь крепеж под трубу и поэтому решил воспользоваться другой помпой которую достал из комплекта гиб то есть они в принципе одинаковые по характеристикам поэтому я не думаю что будет какая-то проблема вот поэтому эту можно заказать на озоне я заказал вышло около 1200 рублей то есть 1200 рублей вышла вот такая помпа хелия и она для наших целей вполне себе подойдет но так как руки немного сильноватые и общем ломают все что не попадя поэтому будем использовать немецкую систему для того чтобы нам сделать капельный полив который будет не уступать практически немецкому мы пошли в каста раму большой строительный магазин каста рама есть еще бал центры леруа мерлен и всякая остальная такая вот в любом городе они есть более-менее большом ищем всякие капельницы трубочки патрубки и вообще все это там есть точно я знаю что нам нужно нам конечно вот шланг нужен прям много и штучки переходники есть регулируемые капельницы 8 литров в часами это у нас пробка и микро трубка и микро трубка принципе это все что нам нужно бэм на два косаря мы набрали но нам насколько не надо будет вот такую трубку будем использовать мы это у нас 16 до 16 миллиметров эта трубка она очень надежно все из этой вот большой так сказать большой большой штуки на нужно только метр сейчас мы его с одной стороны вдеваем опа здесь у нас будет закачиваться раствор так хомут а стоять не падать затянем хомутом заднюю часть нам нужно закрыть заглушкой то есть заглушка идет вот в комплекте из 4 с 5 штук и заглушка полностью войдет туда куда нам нужно все вот такая вот рабочая трубка у нас получилось теперь что мы делаем вот у нас есть комплектующие здесь есть пробойник сейчас я вам покажу вот такой пробойничек при помощи этого пробойника мы можем делать отверстие в нашей трубе давайте сделаем капельный полив на 4 растения ничего 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 продолжаем далее нам в эти отверстия нужно вставить вот такие вот переходнички вот такие хорошо что у нас есть запас итак смотрим что у нас получилось а у нас получилось вот такая трубка вот через эти отверстия у нас будет идти раствор и для того чтобы все это можно было подавать у нас есть вот такая вот микро трубочка все у нас 4 микро трубки ну естественно мы одеваем эту трубку так 1 2 3 4 вот так это все выглядит но уже неплохо и вот здесь у нас уже есть два варианта первый вариант это регулируемый капельный полив то есть они уже продаются готовые есть красненькие есть синенькие вот нашем случае это синенькие давайте 2 одеваем мы с регулируемым наконечником то есть здесь регулируется он до 8 литров в час и есть еще вот такие и есть еще не регулируемые то есть с ними мы уже сталкивались у нас получилось вот такая конструкция на 4 растения теперь мы все это дело подключаем и все нам остается в принципе только воткнуть в воду и и так что мы делаем мы опускаем нашу помпу воду либо раствор и втыкаем у нас все капельницы раскиданы по горшкам теперь мы включаем в розетку и что мы видим у нас все капает вот смотрите капельки идут у нас здесь 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 у нас регулируется то есть можно сделать струю меньше можно сделать больше путем затягивания вот такая вот история можно собрать капельный полив и за 30 рублей а можно собрать и чуть и подороже кстати наш комплект вместе с помпой и со всеми комплектующими у нас вышло порядка полутора тысяч рублей всего лишь навсего вы можете сделать свой выбор сами можно купить готовый комплект а можно вот немножко помудохаться так сказать припотеть хорошенько поэтому выбор за вами выбираете качество либо вы выбираете рукоделие но рукоделие тоже бывает очень качественным вот такие вот дела надеюсь что это видео было для вас полезным оставайтесь на нашем канале смотрите так сказать предыдущие выпуски и наши будущие выпуски подписывайтесь на наш телеграм-канал у нас есть еще youtube канал где вы смотрите и обязательно поставьте так стать лайк и подпишитесь также у нас есть в к и инстаграм так что ждем вас наших соц сетях подписывайтесь и помните что вселенная любит вас и у вас все получится